Это программа неделя. Меня зовут Евгений Горин. Здравствуйте. Как всегда, в воскресенье говорим о главных событиях, уходящих 7 дней. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какие идеи студентов президент поддержал и что осталось за кадром общения? Я не понимаю, что за колоквием? Вы меня к стенке поставили, начинаете? Я бы задала ему вопрос, любит ли он писташковое мороженое. Какими путями белорусский университет информатики и радиоэлектроники попал в чикагскую прессу? Почему иностранцы стоят в очереди в наши клиники? Белоруссия идет по трансплантации уже, как в Германии. Сможет ли экспорт услуг в Белоруссии обогнать экспорт товаров? Динамика весьма неплохая. Яна Шевко о белорусских услугах, которые на расхват в мире. Вот так и происходит круговая подтяжка леса. Деревище, конечно, не для слабонированных. Двести дней до чемпионата мира по хоккею в Минске. Какие игроки претендуют войти в состав национальной сборной? 57 кандидатур. Мы Белоруссия, мирная людь, сердцем от Ания, родная земли. Надежды на высокий результат в игре и ход общей подготовки к проведению чемпионата. Отечественные ноу-хау и мировые стандарты. Это тот момент, когда мы страну выставим на показ всему миру. Сколько Беларусь планирует заработать на продаже билетов и сверх того? Алексей Мартиненок посчитал уже сегодня. В мае в Минск приедут около 100 тысяч туристов. Мы решили посчитать, в какую сумму примерно обойдутся сутки жизни в белорусской столице. Суррогатное материнство, когда бесплодие не оставляет шансов. Суррогатная мама, я считаю, что это героиня. Женское счастье и материнский капитал. В чем главный стимул для рождения ребенка? На что может рассчитывать многодетная мама уже сейчас? Я думаю, что, конечно, эти деньги поступят на фон. Валентина Железная. День матери в Беларуси. С недавнего времени тема капитала, материнского капитала, стала самой обсуждаемой на семейных советах. В Беларуси готовится проект «Большая семья». Главной темой недели стала дискуссия о будущем Беларуси. Оно обсуждалось во время коллоквиума, пока еще не совсем привычного для таких случаев формата общения президента и молодежи. В альмаматор белорусского лидера в Могилевском университете Александр Лукашенко и студенты задавали друг другу вопросы на самые разные темы. Как выяснилось, это, во-первых, хорошая возможность узнать, что сегодня больше всего интересует молодых людей, а во-вторых, насколько эти мысли совпадают с видением развития страны главы государства. Ольга Макея знает, какая атмосфера сложилась в ходе общения президента и студенчества. Могилевский университет – один из старейших в стране. За свою вековую историю прошел путь от учительского института до классического. Выпускниками стали около 50 тысяч человек. Сегодня Кулешовский УЗ – это 10 факультетов, два колледжа и институт переподготовки. Получить белорусский диплом сюда приезжают со всех концов света. Китай, Алжир, Азербайджан – далеко не весь список. Понимают – учиться здесь престижно. История нашего университета действительно богата на своих знаменитых выпускников. И первым, кого следует назвать в числе таковых, это президент нашей республики Александр Григорьевич Лукашенко, который является выпускником исторического факультета нашего университета. Больше 8 тысяч студентов столько умещается за парты университета. Это почти численность небольшого белорусского городка. И каждый из его обитателей в будущем может попасть на страницы истории. А пока впереди историческое событие – общение с президентом. Понятно, что студенты к такой встрече готовятся по-своему. Третьекурсница Елена для учебы выбрала физико-математический факультет в планах работы учителем в школе. Но к президенту у нее вопрос отнюдь не из области точных наук. Я бы задала ему вопрос, любит ли он фисташковое мороженое, потому что я очень люблю фисташковое мороженое. Для президента Беларуси стены Альма-Матр как родные. Здесь прошли годы юности и веселая студенческая пора. Жил будущий президент в местном первом общежитии. Теперь музей университета хранит артефакты. Вот зачетка студента Александра Лукашенко. История средних веков, СССР, БССР, исторический материализм, психология. По всем этим не самым простым предметам отметки «отлично». Вспомнит студенческие годы глава государства уже в окружении бывших однокурсников. Все они были выпускниками 38 лет назад. Спасибо за приехать. Привет. Как ты? Работает на полную ставку? Да. Ну вот. Книжки пишут. Володя, привет. Совсем. Ну смотри, какой был. Ну как находишь ты университет? Александр Григорьевич. Честно только. Жизнь идет и вообще... Не загубил он его? Нет. Жизнь идет. Вы же видите, что очень много изменений положительных. Во-первых, он стал классическим уже. А во-вторых, я думаю, что вы вспомните, когда мы всегда боролись с физматом. По-доброму. И во всем. В плотном президентском графике, даже несмотря на приближающийся саммит глав государств СНГ, нашлось время для альма-матер. Своего самого именитого выпускника здесь ждали с особым трепетом. Это видно по теплому приему. В зале и студентка Елена, которая так мечтала о встрече с главой государства. Буквально с порога президент задает тон мероприятию. Беседа должна быть неформальной, никаких рамок. И даже предлагает студентам на время как бы поменяться местами. Хотелось бы, чтобы наша встреча прошла в таком не заорганизованном режиме, а открытом, ну как модно сейчас говорить, демократическом стиле и так далее и тому подобное. Но я же знаю, что вас тут всех подготовили. И заранее, коль это я в роли преподавателя, а вы якобы с моими преподавателями, вот хорошо, а? Сейчас я с ними и разберусь. За все то, что было тогда. Благо, что ты их привел сюда. Из-за себя, из-за тебя. Вот, поэтому, видишь, как жизнь складывается, а? Они нас терзали, теперь мы их. Сегодня себя на мысли поймал, когда в вертолете летел, зашиться куда-нибудь вот среди студентов, где-то там потусоваться, как они говорят, на этих этажах походить. Тема беседы «Будущее Беларуси в контексте современной цивилизации». За несколько часов такую тему не осилить, но президент готов выслушать все мнения перед аудиторией и непростые вопросы. В чем главная ценность суверенитета, какова в целом белорусская идея и что такое свобода? Вы знаете, я приведу вам такой пример, потому что свободу многие понимают по-разному. Вот все понимают свободу так. Вот вышел на улицу, что хочу, то ворочу. Пришел куда-то в аудиторию, что хочу, то и делаю. Да нет. И раньше нас учили, и это актуально сейчас. Твоя свобода начинается и заканчивается там, где ты не соприкасаешься с человеком. Как только ты с ним соприкоснулся, там уже его интерес. Там уже, если можно так грубо выразиться, его свобода. Ты уже его интересы затрагиваешь. Но не надо понимать свободу так, как нам часто ее оттуда преподносят и диктуют. Сами-то они так не делают. Из студенческой аудитории не только вопросы, но и предложения. Вот студентка пятого курса, будущий учитель истории Марина Громыко, придумала способ, как повысить авторитет работы педагога через отечественный кинематограф. Президент идею поддержал. Может быть и стоило как-то показывать такие вот молодежные фильмы, где где-то было бы с юмором. Потому что у нас тоже, мы были на практике в школе, и юмора хватает. А где-то, чтобы они, современные школьники, задумались над том, что так важно и так тяжело иногда что-то им вложить в голову. Вот, Александр Михайлович, пусть и покажет, какую нужно хотя бы одну передачу, я не говорю программу, провести. И потом скажешь, смотрели ли ее наша молодежь, насколько рейтинг этой передачи высок был. Так давайте создавать. Я не в шутку сказал. Вот возьми, создай такую передачу хотя бы. Одну. Я не говорю цикл. Я не говорю целое там направление на телевидении. И посмотришь, как молодежь на это отреагирует. Коллоквиум, такая форма была выбрана для встречи в переводе с греческого «беседа». Так и получилось. Студенты буквально забросали президента мнениями и идеями. Вот Ярослав Комченко предложил вариант, где найти средства на восстановление памятников архитектуры. Может быть, стоит более активнее привлекать здесь частный капитал? Для меня, как президента, сегодня, сегодня, когда мы восстановили уже несколько десятков этих замков, дали толчок к восстановлению, для меня сегодня важнее для тысячи многодетных семей, хороших семей, построить добротное жилье, чтобы у них была крыша над головой. Пускай этим занимаются частники. Да, так я говорю, а вот они... Хотите? Возьмите замок, я вам предоставлю. Вы знаете, в будущей жизни, если я буду частником, я постараюсь это сделать. Да, с большим удовольствием предоставлю вам такие льготы, потому что вы еще и душевно это понимаете. Алмор Дмитрий, студент второго курса. Я не понимаю, что за коллоквиум? Вы меня к стенке поставили, начинаете сердцать. Мне всюду я проблему буду делать. Пожалуйста. Ну вот, как вы уже заметили, подметили, что наш мир, он невозможен без глобализации. И этим активно пользуются передовые стороны мира, пропагандируют свои ценности, свою культуру. Как, по вашему мнению, мы должны противостоять именно вот такой вот глобализации, и вместе с тем, чтобы мы могли презентовать миру свои ценности... Чтобы противостоять, надо презентовать. Вы правильно сказали. Смотрите на этот центр. Площадь Флага, Белэкспа и Дворец независимости. Этим центром мы подчеркнули то, что все символически мы создали свое государство. Вот оно есть, вот этот флаг. Вот куда люди сегодня, молодежь приходит. Смотрю, свадьбы даже там уже приезжают пары. Это уже традиция будет. Да, это уже традиция. Во время дискуссии затронули и тему образования. Президент считает, большая часть учебного процесса должна быть посвящена практике. Студенты поддержали. Еще один важный вопрос – демографический. Вот как вас, молодых девушек, завтрашних матерей заставить рожать? Как? Это же словом не заставишь, не уговоришь. И даже денег как-то не очень. А надо, понимаете, надо. Потому что если мы хотим белорусами зваться, ну, треба, как бы это были белорусы. Но если их нет, что тогда, кем мы будем зваться? Поэтому у нас человеческий ресурс, физический, человеческий ресурс – это наиважнейшая сегодня проблема. И, конечно, ее надо решать. Только в этом зале около 200 студентов и преподавателей. Параллельно еще 800 человек коллоквиум наблюдают из соседних аудиторий в режиме онлайн. Здесь идут свои обсуждения. Каждый в дискуссии нашел что-то важное для себя. Президент говорил о том, что она сокращает число лекций и увеличивает число практических занятий. Я считаю, что это правильно, потому что только вот когда ты на своем опыте учишься, тогда это хорошо усваивается. Президент говорил, что неважно, откуда ты, главное, чтобы ты учился. Даже если ты из деревни, ты можешь поступить и выучиться на юриста, экономиста. И мне образование, мы можем войти в любые двери. Я очень приятно уделена нашим президентам, потому что это свой человек. Экономика, социальная сфера и внешняя политика. В этой аудитории разговор обо всем и без купюр. Вероятно, в будущем именно этим ребятам предстоит стать у руля крупных предприятий, участвовать в госуправлении или решать задачи, которые ставит современная жизнь. Поэтому аудитория хоть и совсем юная, но видно, президенту здесь легко говорить о серьезном и на одном языке. Мы видим постепенное разрушение вековых моральных устоев, превращение нравственных аномалий в норму жизни, стирание национальных, культурных различий между народами, появление глобальной англоязычной неокультуры, так ее иногда называют, основанной на американских стандартах и образцах. Заметьте, стране чуть больше, наверное, 300 лет Америки. Ну и какая это нация, вы все знаете, как она формировалась тоже. В последнее время я жестко критиковал своего коллегу публично. Я однажды так сказал, поэтому жалею до сих пор. Обама поднял главный вопрос о лечении 50 с лишним миллионов американцев, которые сегодня умирают под забором. Заболел он, тебя никто не посмотрит. Он правильно заявил о медицинском страховании этих людей. И что, прошло? Нет. Не прошло. Слушайте, у нас это чудовищно. Вот сидит парламентарий, если бы у нас такой вопрос несли в парламент, 100% бы проголосовали. Нет. Там не проходит. Общаться с молодой аудиторией Александр Лукашенко любит. Здесь есть обратная связь. Можно почерпнуть много интересных идей и мнений. Поэтому и встречи со студентами уже традиция. Здесь можно говорить о самом серьезном и сокровенном. Всегда найдется отклик и понимание. Вот глава государства озвучивает тонкости своей работы. Если Запад нас критикует в чем-то, запомните, мы делаем правильно. Это один из постулатов моей президентской жизни и критерий моей деятельности. Они меня ногами топчут, палки у меня бросают. Я иду, думаю, правильно делаю. Если начинают хвалить, думай, где-то ты не так сделал. Поэтому вы не гонитесь за тем, что там на Западе нас покритиковали. Не надо. Мы должны построить свою страну. Это очень тяжело позиционировать себя, о чем я сказал, в этом тесном мире. Но если мы говорим о том, что мы должны быть по-настоящему суверенно независимы завтра и послезавтра. И оставить своим детям что-то в наследство. Мы должны, сжав зубы, идти этим путем. Я буду, сжав зубы, терпеливо выстраивать свое государство. Я буду болеть за наших белорусов, за наших добрых гостей и выстраивать их жизнь, чтобы было им хорошо и их детям. Студенты подарили главе государства альбом, в котором отражена история вуза. Александр Лукашенко, в свою очередь, передал в местный музей личную ручку. Впрочем, президент в родной университет уже приезжал три года назад. Надежда Шуткова тогда как раз была студенткой, сейчас уже аспирант, сравнивает впечатления от встреч. Тема затрагивается актуально как во время прошлого приезда Александра Николаевича, так и во время этого приезда. Но если сравнить между собой два эти мероприятия, то вот это мероприятие получилось более неформальным. Очень легко было, непринужденно. Президент такой энергичный человек, очень спокойно и, самое главное, с толком сказал о том, о чем мы хотели услышать. Два с половиной часа беседы и студенты без устали еще долго обсуждают услышанное во время коллоквиума. Вот и Елена так и не осмелилась задать президенту вопрос, любит ли он фисташковое мороженое. Зато кое-что из дискуссии в аудитории подметила для себя. Он также, шутя не шутя, сказал, что он же не может заставить каждую девушку в этом зале пойти и родить троих детей для нашей страны. Что мы должны сами об этом думать, сами об этом заботиться. Я задумалась, если честно, я хочу троих детей, просто сейчас мне нужно решить вопрос с образованием, а потом я обязательно рожу для страны троих детей. Ольга Макея и Ирина Недобоева на неделе наблюдали за беседой без купюр. И сейчас у нас в студии Марина Громыко, студентка пятого курса исторического факультета Могилевского государственного университета. Свой вопрос главе государства Марина задала первой. А сейчас у нас есть возможность поинтересоваться подробностями общения Могилевской молодежи с президентом. Марина, здравствуйте. Здравствуйте. Вы первые задавали вопрос. Наверное, волновались. Вот, может быть, всю ночь готовились, не спали? Нет, ну, конечно же, мы не пришли с утра. С кругами под глазами и все остальные. Волновались, конечно же. И волновались, наверное, с того момента, когда узнали, что президент вообще приедет. Александр Григорьевич сам с первой минуты как-то так расположил к себе. Вот это вот удивило очень. Вот он, ну, какой-то вот такая, не знаю, доброта какая-то, что-то, шутки. Очень было интересно, знаете, в каком плане? Всегда представляешь себе, что вот нам сказали, да, разговор с президентом, что все будет вот так вот, все строго, все так, знаете, вот-вот, как мы должны развиваться от плана к плану. А это был настолько душевный разговор. Я вот повторю, что с первых вот пяти минут и как-то часть волнения отпала. Потому что, может быть, потому что это Александр Григорьевич родной университет, и он увидел там тех преподавателей, которые у него преподавали, и своих, да, однокурсников. Но это была такая теплая беседа. И человек говорит таким простым языком, доходчивым. Притом же доходчивым не просто людям, да, простым, а молодежи, которые вот считают, что она отличается. Да, как они были раньше молодыми, что мы вот отличаемся, мы уже в такой другой какой-то период живем. Вот это было очень приятно, и надеюсь, что это запомнится надолго. Ну, в общем-то, вы говорили правильные вещи о том, что в голову молодежи нужно вкладывать разумное, доброе, вечное. А вот вы сами, да, у вас есть какие-то увлечения, какие-то хобби? Что вам интересно сегодня? Я не поскромничаю и скажу, что человек я очень разносторонний. Я очень люблю свою профессию будущую, но помимо этого я не сказала бы, что я посвящу свою жизнь науке. Человек творческий, я очень люблю музыку, часто сама пою, очень люблю кино. Также вот так получилось, что надеюсь, что вторая профессия где-то станет и в фотографии. Я очень увлекаюсь ей, мне это нравится. Ну, это основное, наверное, то, что меня увлекает в жизни. Если бы была возможность задать не один вопрос, а несколько, еще какие бы вопросы вы задали главе государства? Наверное, еще бы мы задали вопрос о том, что студенты, конечно же, есть студенты, которые интересуются наукой, ну, и есть люди, которые творческие очень. И они также учатся на платной основе. Мы знаем прекрасно, что у нас в стране люди, которые учатся на бюджетном, да, те получают распределение. Те, кто учатся на платном, они получают свой диплом, ну, если можно так сказать, выходят, да, как в поле. И достаточно много молодежи, которые учатся на платном, творческие люди, которым действительно нравится преподавать. Очень тяжело найти работу после окончания университета. Может быть, стоило устраивать какие-то, вы знаете, как конкурсные, что-то вот за лучшее место между студентами. Может, тогда бы и поднялся, как бы, уровень нашего педагогического состава в школах. А еще же глава государства предложил вам снять какую-то передачу, да? Вот что вы об этом думаете? Может быть, есть какие-то уже мысли? Ну, мысли-то они, может быть, и есть. Но здесь я не считаю, что как бы вот мы должны это снимать. У меня профессия педагог. Я должна преподавать. Я чувствую, что это мое, и все будет хорошо. Я уже испытала на практике то, что у меня это получается. А передачи должны снимать люди, которые чувствуют, что вот это их, и чувствуют нашу молодежь. Вот. Ну, мы как-нибудь подумаем над этим. Уже в следующем году вы будете молодым специалистом. Вы уже знаете, кем вы будете работать, где, может быть? Ну, пока нет. Вот, к сожалению, так получается, что место найти в школе очень тяжело. Ну, будем искать. Хочу, конечно же, связать свою профессию. На первых, да, парах это учитель. Вот. А дальше посмотрим, как получится. На ваш взгляд, что сегодняшнюю молодежь интересует больше всего? То есть, какие, я не знаю, жизненные приоритеты? Это, ну, получить высокооплачиваемую работу, там, построить квартиру, там, построить карьеру, да? Может быть, что-то еще? Может быть, это все-таки какие-то творческие проекты, как-то самореализоваться? На ваш взгляд. Ну, наверное, здесь, знаете, у каждого свое. У каждого свое. Я отвечаю, наверное, за ту молодежь, которая будет близка вот ко мне по духу. Если считать, наверное, молодежь, да, девчонок, то я считаю, самое главное, это хорошая семья. Ну, обязательно, чтобы, конечно же, и была какая-то самореализация. Говорят, что вот, ну, да, главное там, чтобы зарплата была хорошая на работе, все остальное, я считаю, что далеко это не главное. Притом же для нас, для молодых. Всегда надо с чего-то начинать. Пускай это будет маленькая зарплата. Но главное, чтобы мы знали, что впереди у нас есть какое-то развитие. Чтобы мы сможем идти дальше и дальше, не стоять на месте. Вот тогда что-то получится. Спасибо. Что же, на вопросы программы недели отвечала студентка пятого курса исторического факультета Могилевского государственного университета Марина Громыка. На неделе важные кадровые назначения произошли в науке и строительстве. Председателем Президиума Национальной Академии Наук Беларуси назначен Владимир Кусаков. Президент поставил задачу новому руководителю продолжить реформирование и создать своего рода второе научное правительство, так, чтобы эта сфера бежала впереди экономики. Госкомитет по науке и технологиям возглавил Александр Шумилин, а Минстрой архитектуры Анатолий Черный. Ему предстоит вывести отрасль на европейские стандарты качества. За первое полугодие белорусская экономика серьезно прибавила в экспорте услуг почти на 17%. Сфера достаточно широкая от банковского дела до транзита. Некоторые эксперты считают, что экспорт услуг поможет компенсировать отрицательное сальдо внешней торговли товарами. Часто оказывается, услугу продать легче, чем товар. И со складскими запасами здесь попроще. Во всем мире эта сфера серьезный источник пополнения казны. Вот и глава государства нацеливает отечественных производителей на продажу за границу не только товаров, но и услуг. И если швейцарские фирмы сильны в банковском деле, английские в страховании, американские в операциях на рынке ценных бумаг, наш корреспондент Яна Шибко задумалась над тем, с какими услугами уже сегодня может ассоциироваться Беларусь. Ньюсмейкером в Чикагской прессе стал Белорусский университет информатики и радиоэлектроники. Бгуэр открыл свой филиал в Чикаго, при том, что штат и мировой лидер по экспорту образования с огромным выбором университетов, включая такие вузы-бренды, как Гарвард, это настоящий прорыв на американский образовательный рынок. Между тем, такой экспорт для Беларуси не в диковинку. Еще с советских времен наши медуниверситеты, к примеру, могли похвастаться наплывом студентов со всего мира. Но вот дистанционное обучение в США организовано впервые. Повышение имиджа университета нашего за рубежом, то есть он станет известен для жителей США. Тут несомненные плюсы для наших преподавателей, которые получат очень такой большой опыт, я надеюсь, востребованные преподавания на английском языке. С белорусскими преподавателями видеоконференции и консультации онлайн. Пока новую специальность программируемые мобильные системы осваивают иностранные студенты университета из Пакистана, Ливана, Нигерии, Кореи и других стран. Но в Америке уже ждут цепной реакции, что белорусские дипломы будут котироваться, сомнений нет. Вот и пример президента Чикагского университета Элла Зибицкер, сама выпускница в ГУИРа воплощения self-made woman. Как я здесь очень много, которые не пропали и со своим образованием построили очень успешные карьеры. Поэтому возникла идея, может быть, это образование привести в Америку. Конечно, она была революционна только в том смысле, что до сих пор американцы как бы не смотрели на возможность привоза другого образования. Услуги, научный уровень ваших преподавателей поможет нам в этой совместной работе и, конечно, завоевывать репутацию. Не секрет, наши услуги, будь то образование или, скажем, медицина, для иностранцев более доступны по цене, при этом на уровне. Для зарубежных клиенток приз-курант Минского центра косметологии и пластической хирургии как бальзам на душу. Многие готовы преодолевать расстояние снова и снова, чтобы менять внешность к лучшему именно здесь. С год в год потребность в услугах пластических хирургов, в принципе, возрастает. Растёт уровень благосостояния общества, они так и за собой влечёт потребность не только быть здоровым, но и уделять внимание своему внешнему образу. Наиболее востребованные услуги – это операции по омоложению лица, операции на веках, подтяжка круговая лица, операции по коррекции формы и размеров носа, ушей. Вот так и происходит круговая подтяжка лица. Зрелище, конечно, не для слабонервных, но результат, как говорится, налицо. Чтобы быть красивыми, сюда съезжаются и состоятельные россиянки, и немецкие фрау. Количество пациентов в тёмных очках здесь поначалу удивляет. Иностранцев, желающих получить новое лицо, ну или другие части тела, хоть отбавляя, но вот своё присутствие здесь они не афишируют, ведь некоторые из них, возможно, ещё промелькнут на страницах светской хроники. Пока одни пытаются повернуть время вспять с помощью пластических хирургов, для других – возможность операции в Беларуси, вопрос жизни и смерти. Речь о Республиканском научно-практическом центре трансплантологии. Здесь пациенты эмоций не скрывают. Прекрасные врачи, люди, потому что они не только в больнице, 6 месяцев наважают. Это очень прекрасные люди, понимающие во всем, помогающие. Аня из Молдовы уже сделали трансплантацию печени, а Мира из Казахстана едва справляется с волнением. Она только узнала, что подошла её очередь на пересадку. Я очень рада, потому что я ждала вот эту операцию долго. Сейчас это Белоруссия идёт по трансплантации уже, как Германия, как это Израиль, да. Здесь эта медицина лучше. Чтобы встать в лист ожидания на трансплантацию ежедневно по несколько звонков из-за рубежа, желающих так много, что цены здесь не демпингуют, а наоборот повышают. Оперируют не более 10% иностранцев от общего объёма пациентов. Белорусов бесплатно и в первую очередь. Цена, скажем, на операцию по трансплантации печени в Республике Беларусь идентична цене одного из ведущих европейских центров. Это Бельгийская клиника. Это говорит о том, что мы ничуть не демпингуем в этом вопросе. Мы просто работаем на мировом уровне. За счёт заработанных на экспорте средств здесь в год прирастают на 40% операций, не используя бюджетные деньги. Это позволяет оперировать больше белорусов, в том числе и малышей. Мы можем направить эти деньги на приобретение новых расходных материалов, на обновление оборудования и на примирование медицинского персонала, который работает здесь, поверьте, и день, и ночь. Во многих странах экспорт услуг занимает ведущие позиции. Это своеобразная палочка-выручалочка по сравнению с товарным экспортом. Затрат на производство продукции не требуется. Наоборот, можно заработать на том, чем сами пользуемся. Например, транспортные услуги. Или транзит товаропоток через Беларусь, что в центре Европы эксперты оценивают до триллиона долларов. Чтобы извлечь максимальную выгоду, равнянцы стоят на европейские примеры. Беларусь тоже не имеет выхода моря, не граничит с большими водными артериями. Формирует бюджет за счет логистических услуг порядка 40%. Это очень большая сумма, которая оценивается в десятки миллиардов долларов США. И я думаю, что этот пример вполне может служить примером и для Республики Беларусь. Перспективных ниш немало. Резиденты парка высоких технологий достаточно активно работают на экспорт. Беларусские строители востребованы не только в соседней России. Строительство крупных инфраструктурных объектов в Венесуэле позволило зарекомендовать себя в Латинской Америке. Мы стараемся работать со всем миром. Мы сегодня уже экспортируем услуг на 6,3 миллиарда долларов. Динамика весьма неплохая. По итогам этого года мы, по всей видимости, будем иметь рост на 16%. Предприимчивый подход к развитию туризма медицинского нашли в Витебске. Первыми в стране открыли специализированный центр. Слава местных здравниц плюс исторический колорит. Иностранцам предлагают совместить приятное с полезным. Помимо организации лечения, агентство «Забронирует отель» организует экскурсии. География обращений от Иордана до Чехии. Востребованы диагностические услуги. Россиянки облюбовали витебские роддомы. Персонал хороший. Заведующие анестезиологи все хорошие. Отношения отличные. Пациент в системе онлайн обращается за консультацией. Если эту помощь в специфике своей деятельности мы не можем оказать в нашем лечебном учреждении, мы направляем в другие лечебные учреждения. Это и стоматологическая областная клиническая больница, это и областная больница номер один. Катализатор развития сферы услуг – реклама. Здесь по принципу чем богаты тем и рады. Тот же туризм, кто живет у моря на отдыхе, захочет чего-то нового. А про нашу агроусадьбу мало кто знает. Реклама, выход на внешние рынки, как мы продаем эти услуги. Тут у нас огромный потенциал для деятельности. Мы далеки от совершенства, скажем так. Именно в сфере продвижения своих услуг, информирования потенциальных клиентов, агрессивности поведения на внешних рынках. Вот и Дэнни из Техаса на самобытных улочках старого города удивляется. В обозримом радиусе он единственный турист, а ведь его пример мог бы стать массовым. Я очень рад, что открыл для себя Беларусь. Потрясающая страна, чистая, красивая. Приятно побывать здесь. Интересная архитектура, красивая природа. С удовольствием приеду снова. На неделе Яна Шевко, Анастасия Бут, Дмитрий Травин, Сергей Ковалкин взглянули на белорусскую сферу услуг глазами иностранцев. Еще одна тема из области отечественного экспорта. На этот раз по следам пресс-конференции президента Беларуси российским региональным СМИ. Тогда журналисты из Смоленска попросили главу государства помочь разобраться в ситуации. Почему же стало пробуксовывать местное предприятие по сборке тракторов МТЗ? Александр Лукашенко поручил прояснить этот вопрос. Наш корреспондент Ольга Петрашевская отправила в Смоленск, чтобы узнать о причинах уже на месте. Вообще белорус на хорошей тракторе. Для него это что-то вроде тест-драйва в полевых условиях. Тракторист с литературной фамилией Некрасов еще не завершил первую главу в их общей трудовой биографии. У этого белоруса в колхозе под Смоленском дебютный сезон. Но Виктор уже оценил железного напарника. Говорит, такой талант в землю зароешь едва ли. Едет он даже лучше, чем дойт. Дойт это что? Это немецкий. Заграничную технику покупать это надо много денег. А это вроде как и дешево, и чердисо. Компаньон, для которого заметки на полях дела техники, в колхоз Некрасова попал не с Минского, а с Маленского конвейера. Несколько лет назад в городе запустили сборочное производство наших тракторов. И счет выпущенных в России белорусов здесь очень быстро пошел на тысячи. Расширяли модельный ряд, находили новых покупателей. Пока в начале 2013-го существование всего предприятия не оказалось под вопросом. И вопрос этот прозвучал громко. Пусть из третьего ряда, но для ответа из первых уст. В 2009 году на территории нашего города было организовано совместное производство тракторов МТЗ. Но вот на сегодняшний день сложилась такая ситуация, что производство почти свернуто. Вот я уверен, что оно не может быть свернуто просто так. Ну, министр, пожалуйста, в чем проблема в Смоленске, вы должны знать. Предприятие постоянно не рассчитывается и нет возврата денег Белоруссию. Разберитесь, коль человек поднял вопрос, может что-то в чем-то и мы там не дорабатываем. По приезду в Смоленск я, естественно, связывался с руководством этого предприятия. Они тоже, в общем-то, сказали, что в этот же день, буквально после моего вопроса, с ними связывались с аппарата президента Республики Беларусь. Наш смоленский коллега Владимир Ивашенко за развитием ситуации следит в режиме прямого эфира. Журналист по винтикам уже и разбирал, и собирал проблемную тему. Но ни решения, ни тракторов за это время так и не появилось. Перед поездкой на пресс-конференцию в Минск он снова вспомнил об остановленном производстве, а потом взял и передумал. Изначально у меня был вопрос о сотрудничестве между приграничными регионами. Но вот тут вот так, как эта проблема тоже немаловажная, особенно для Смоленских, именно поэтому задал вопрос главе государства. Вот оно, то самое предприятие. На территории выставка машиностроительного творчества и тут же сборочный цех. Правда, сегодня это название скорее одно название. Конвейер, который еще в начале года не останавливался буквально круглые сутки, странно, что еще ржавчиной не покрылся. А ведь совсем недавно услышать радио из-за шума техники было просто нереально. В 2009-м Смолспецтех запускали с помпой и в том же году здесь собрали почти 60 тракторов. А к 2011-му в пять раз больше уже выпускали в месяц. Коммерческий директор вспоминает славные времена. Сборка шла настолько динамично, что даже не хватало площадей. В аренду взяли еще 5000 квадратов, вложили в ремонт миллион долларов, а потом бизнес-сказка закончилась. Начиная уже с января месяц МТЗ практически перевело нас на предоплату. Казалось бы, все просто. Предприятию нечем заплатить вперед, а МТЗ без аванса тоже работать не хочет. Но по словам Александрова, с ними покупатели часто рассчитываются не сразу. Получается, компании нужно по предоплате расплатиться за запчасти, а потом еще и подождать, пока за собранный трактор выложит деньги клиент. Финансовый ресурс у предприятия, конечно, есть. Но не настолько глобальный, чтобы заранее платить, скажем, за сотни комплектов для сбора техники. А пока два завода ищут компромисс, взаимная торговля между Белоруссией и Смоленской областью теряет десятки миллионов долларов. Минус 72 миллиона долларов у нас разрыв в поставках тракторов. Не один раз мы эту тему рассматривали. С тем, чтобы мы собрались на любой площадке, кроме на тракторном заводе или в Смоленске, здесь эту тему раскрыли. К сожалению, не удалось нам получить положительные ответы на наше предложение. Со 2 апреля этого года Смолспецтех не имеет задолженности перед Минским тракторным заводом. Да у всех семьи, естественно, семью кормить надо. Поэтому хотелось бы, чтобы наше производство ожило. Страдают от неразберихи не только потенциальные покупатели тракторов МТЗ, но и рабочие Смолспецтеха. О них под шум дискуссии вообще как-то позабыли. У Игоря Евгеньевича производственная ностальгия. Раньше собирали по 17 тракторов в сутки. Да и зарплата набегала вдвое больше средней по Смоленску. Сегодня многие сотрудники в вынужденных отпусках, а те, кто остался, трудятся долларов за 200 в месяц. Все ждут, когда наконец хоть кто-то нажмет на кнопку компромисса. Вот навески вешаем, спецтехнику. Пытаемся выживать как-то. Детям помогло раньше. Была возможность. Какую-то папа копейку мог дать им помочь выплатить ипотеку. Сейчас нет. Сами выкручиваются, как только могут. Но не хватало, пошел кредит брать. Конечно, надо нахватить компромис, решать как-то, я считаю, в положительную сторону. Не по 20-30 лет выхаживают трактора эти. Техника нужна стране. С начала 2013-го здесь собрали всего 77 тракторов. При ресурсах Смолспецтеха это меньше недели работы. Коммерческий директор уже близок к отчаянию. Уверяет, что их предприятия вовсе не требуют тепличных условий оплаты. Ведь по его информации с другими регионами работают по более лояльным правилам. Мы единственное просим, чтобы наше предприятие находилось в равных условиях со всеми остальными сборочными производствами тракторов Российской Федерации. Ик-6. Там отсрочка до 60 дней. Поэтому мы тоже хотели бы работать под эту отсрочку. Кстати, белорусскими тракторами, собранными в Смоленске, интересуются даже фермеры из весьма отдаленных уголков России. На этой неделе в области провели очередную презентацию нашей техники. И оценить белорусов приехали сотни человек. Но очевидно, продать трактор за две недели не так просто. Это же не колбаса или, к примеру, косметика. Тушь заказываем штук 30-50. То есть два дня проходит, остается только две штучки. Бывает такое, что просто приходит один человек, там девушка, и берет прям по шею штук сразу. Пользуюсь и тушью, и тенями, и пенкой для умывания, и жидкое мыло. Моя самая любимая. И жидкое мыло, и сосиски, и тракторы. Все это разные весовые категории одной экспортной статьи. Но если не искать компромиссы, вычеркнуть, к примеру, колбасу, потом шампунь, потом забыть про белорусов, сохранятся ли те лакомые миллионы взаимного товарооборота – вопрос. И Владимир Ивашенко очень надеется, что об этом на следующей пресс-конференции ему спрашивать не придется. Все же, я надеюсь, наверное, я все же спрошу этот вопрос о сотрудничестве с приграничными регионами. Если опять не передумаю, как в этот раз. Ольга Петрашевская, Антон Червяков. На неделе о двух сторонах одного бизнес-поля. На неделе во время рабочей поездки президента по Гомищине в центре внимания были и сельскохозяйственные вопросы. На примере двух местных хозяйств изучили выполнение госпрограммы по развитию Припятского полесья, внедрение новых технологий производства сыров. Есть пробуксовка в выполнении поручений президента по техпереоснащению молочных ферм и производству мраморного мяса. По последнему пункту вложенные деньги, зачастую это кредиты, удалось вернуть не везде. Требование главы государства работать эффективнее. Искать новые направления, чтобы окупить затраченные средства. И первый вопрос это деньги. Никакой помощи в этом плане не будет. Не будет. Сегодня все понимали, что принцип взял-верни, он остается, его никто не отмечает. Я тебе предупреждал об этом. Я тебе предупреждал, что добреньких быть не должно. Ты банкир, он у тебя одолжил деньги, пожалуйста. В эти сроки вернуть. Получилось у тебя мраморное мясо, не получилось. Продавай уток диких. Вон я приземлялся, там тысячу поднялось. Лови их, продавай деньги и возвращай. От туризма хочешь? Хорошо, давай от туризма. От гостиничного бизнеса. От чего угодно. Но деньги нужно отдать. Мы договорились, что эта территория, 15 тысяч гектар, это будет второй СНОВ. И даже превзойдет его. Мы об этом говорили. И прошло же три или четыре года уже. Четыре. Четыре года. Надо было под это набирать сюда людей. Людей перспективных, людей способных. А не то, что мы того взяли, уволили, этого взяли. За четыре года четыре руководителя поменяли. Ну что это такое? Поэтому это должен быть маяк. Маяк не сегодняшнего дня, а будущего. Как должно быть? Это программа неделя. Мы продолжаем. На саммит СНГ в Минск прибудут все главы государств. На неделе лидеры стран Содружества подтвердили свое участие в форуме. Беларусь в этом году председательствует в СНГ. А 24-25 октября в Минске пройдут заседания Высшего Евразийского экономического совета и Совета глав государств СНГ. Помимо этого запланировано проведение консультации украинской стороны с представителями стран Таможенного союза. На саммите рассмотрят 17 проектов документов. Одним из ключевых станет обсуждение работы над договором о Евразийском экономическом союзе. Ну а теперь о еще одном событии мирового уровня. С одной стороны, не политическом, хотя принято считать, что для имиджа страны спортсмены делают даже больше, чем дипломаты. Всего 200 дней остается до чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Минске. На неделе ход подготовки столицы к спортивному форуму был в центре внимания президента. Праздник хоккея планируют провести по самому высокому разряду. Подсчитано, столица примет 2000 одних только участников соревнований, а гостей может приехать несколько сотен тысяч. Что и говорить, серьезная проверка для двухмиллионного города. Именно этот чемпионат мира во многом уникален. Ну, например, билеты будут на треть дешевле, чем сложившаяся цена на таких первенствах. Пропуск на трибуну одновременно станет и визой в страну. Есть много других чисто белорусских ноу-хау. Алексей Марсиненок о том, как Минск готовится к главному спортивному событию следующего года. Журналисты называют их белорусский десант. Гробовский, Коробов, братья Костицыны, хоккеисты экстра-класса. Должно случиться что-то невероятное, чтобы мы не увидели их в составе сборной на домашнем чемпионате мира. Кто еще? В начале сезона функционеры решили подтянуть уровень местных талантов и ввели в единственном нашем клубе представителей в КХЛ формулу 6 плюс 1. Это значит, что в Минском «Динамо» теперь могут играть только 6 легионеров и один вратарь иностранец. Хотя в результате клуб показателями не блещет, но расчет на мировой форум, да и на будущее нашего хоккея. Верный, говорят эксперты. Это один шлях, который может выртовать наш хоккей. А вот один клуб у КХЛ, Минская «Динамо», и он может скончиться, ну да ему, Боже, 100 годов здоровья, а леет в остякусь. Гроши скончились, а не маклуб. А сборная, пока украина у нас и с нуей, она будет изновать. Большие надежды связаны и с новоиспеченными белорусами. Пару лет назад второе гражданство получили канадцы Кевин Лалант и Джефф Платт. Вот мой паспорт. Паспорт гражданина Республики Беларусь. Мой второй паспорт. Наверное, первым сильным впечатлением было страстное увлечение фанатов тем фактом, что я играю за эту страну. Потом я вложил много усилий в то, чтобы получить гражданство, и я его получил. Я с удовольствием буду выступать за Беларусь на чемпионате мира по хоккею. С такой игрой вместо в сборной, можно сказать, уплата в кармане, поэтому надо быть готовым ко всему. Мы, Беларуси, мирные люди, сердцем отдания родной земли. В общем, есть надежда на высокий результат, но увлекаться с ассимиляцией все-таки не рекомендуется. Ставить процесс на конвейер, натурализация, но это забойство своей школы очевидной. Это роспись о том, что мы ничего себе не уявляем, как хоккейная школа. Это уже не национальная сборная Беларуси, это мой клуб. Я буду рад, если они будут корыстны обо в нашей национальной дружине, но все-таки я бы не хотел, чтобы этот процесс ставился на некие рейки. Всего на место в национальной команде 57 кандидатур. Почти половина из них играет в Беларуси, где хоккейные страсти в последнее время вышли и за пределы ледовых арен. На уровне клубов много вопросов. О них напомнил президент. Надо научиться рационально использовать деньги не в ущерб результату. Хочу еще раз обратить ваше внимание на нормализацию ситуации в КХЛовской команде «Динамо-Минск». Финансированием, если нужно. Нам нужна игра, Евгений Николаевич. Нам нужна игра, а не барахтание по волнам. Там выиграли, там проиграли, там крылья опустили. Противно смотреть иногда на некоторые игры. Поэтому вы, пожалуйста, работайте с этой командой не только с тренерами, но и с игроками. Что будем смотреть-смотреть на эту игру и по клубам в целом. Я больше предупреждаю тройку ненамерных и ответственных людей. У нас сегодня руководители клубов получают в три раза больше премьер-министра заработную плату. Я уже не говорю о министра. Поэтому приведите все в соответствие. Пусть команды обеспечат. Главная тема разговора – подготовка к чемпионату мира. Право его провести Беларусь завоевала в 2009-м. Получить подобные соревнования для любой страны очень престижно. А принять сразу такое количество гостей – серьезная проверка для столицы. Чемпионат мира – это не просто спортивные события. Это тот момент, когда мы страну выставим на показ всему миру. И какова будет эта страна, такое и мнение сложится у всего мира. Это и серьезное экономическое мероприятие. Это не то, что мы сегодня вложили деньги, и они ушли прахом или утонули в болоте. Это мероприятие должно принести серьезную финансовую отдачу. Поэтому чемпионат мира 2014 года – это серьезная проверка и экзамен до всех структур. Один из важнейших моментов экономика форума. От продажи 700 тысяч билетов планирует выручить больше 11 миллионов евро. Это плюс в графу прямой эффективности. Рассчитываем, что будет не только прямая эффективность, то есть там билеты, там какие-то, ну и косвенно. Ну я про это и говорю. Потому что, значит, и заполнение гостиницы, и большое количество мест в общественном питании, развлечения и так далее. То есть мы все-то оговорили. В мае в Минск приедут около 100 тысяч туристов. Мы решили посчитать, в какую сумму примерно обойдутся сутки жизни в белорусской столице. Для начала давайте зайдем в кафе. Это место прямо у вокзала открылось совсем недавно. Сегодня одно из самых ходовых у иностранного туриста. Отличаются национальным интерьером и огромным разнообразием белорусской кухни. Только драников больше 10 видов. Есть бекон, есть лососи, есть бабка, есть вот цепеллины. И предложить их здесь могут на французском и английском. I can recommend you our delicious potato dishes. Комплексный обед в этом кафе обойдется в 60 тысяч рублей, но это только в определенное время днем. Средний чек до 200 тысяч белорусских рублей. Белорусский чемпионат мира во многом уникален. Например, по сравнению с предыдущими форумами, билет на матч будет на треть дешевле. Самое дорогое место на игру квалификационного турнира обойдется в 50 евро. Проходка на финальные баталии до 400. В четверг была зафиксирована покупка 30-тысячного билета. К слову, возможностью приобрести абонемент на несколько матчей через интернет активно пользуются иностранцы. На время чемпионата мира для них билет будет являться и визой в Беларусь. Официальных лиц, то есть аккредитованных Международной Федерацией Хоккея, будут пропускать через границу, сверяя их фамилии со сведениями, представленными дирекцией. У туристов будут сверять номер билета на матч со сведениями о проданных билетах, представленных пограничному ведомству билетным операторам. Пакет дополнительных опций билета еще больше планирует расширить транспортники. Уже разработаны 12 специальных маршрутов, которые на время чемпионата мира свяжут вокзалы, основные места проживания гостей и сами арены. Право бесплатного проезда официальным лицам и лицам, имеющим аккредитацию, будет предоставлено. Это уже решен вопрос. Скорее всего, для зрителей и болельщиков, у которых будет билет на матч, значит, стоимость проезда будет включена в стоимость билета. В то же время на совещании прозвучали моменты, на которые надо обратить дополнительное внимание. Модернизация терминала национального аэропорта, контроль своевременной сдачи новых гостиниц и, конечно, готовность площадок для ледовых баталий. Как известно, чемпионат будут принимать два комплекса. Минск-Арена вместимостью 15 тысяч зрителей и Чижовка-Арена, рассчитанная на 9,5 тысяч мест. На первой состоятся самые важные игры плей-офф и финал. Дирекция, совместная с администрацией Минск-Арены, согласовала все технические требования по проведению собственного матча и чемпионата. И по мнению экспертов, зарубежных экспертов, Минск-Арена соответствует самим высоким стандартам. Чижовка-Арену обещали сдать под ключ к 7 ноября. Сроки торжественного открытия переносили уже трижды. Проблемы возникли из-за недоработок на уровне проектно-сметной документации. В итоге основная ледовая площадка здесь будет полностью готова только к декабрю. В первый пусковой комплекс мы введем многофункциональный зал, малую арену и вставку общего назначения. И с таким расчетом, что мы ее 15 декабря в полном объеме введем эксплуатацию. Разве там мы делили на пусковые комплексы это все, когда 10 раз переносили сроки? Я вам поручил какого числа ввести Минска, Чижовку? 7 ноября. В полном объеме? В полном. А про какие вы мне говорите пусковые комплексы? Ну это ваше право. Вы можете пускать по трон, по пяти комплексам, но к 7 ноября мы должны были оттуда уйти. Интерес к чемпионату постоянно растет. Вот в столицу за репортажами уже приезжали журналисты из Дании, Финляндии, Швеции и Японии. К слову, иностранным СМИ не потребуется аккредитация МИД Беларуси для работы на самом форуме. Это предусмотрено указом президента. Еще на время чемпионата будет действовать меморандум о тарифах в минских гостиницах. Проще говоря, стоимость проживания заморозит на уровне начала года. Стоимость такого номера для болельщиков будет 116 долларов. Сюда входит проживание и два завтрака. Даже без учета сувениров, всего за сутки турист будет тратить в Беларуси 145 долларов. Выгодное дело, но для того, чтобы прибыль была существенной, нужна серьезная пиар-компания. В особенности за рубежом, особо подчеркнул президент. Михаил Владимирович, на рекламу надо обратить особое внимание. Мы же все хотим, чтобы приехали люди, привезли деньги, прямо говоря, так, чтобы окупилось это мероприятие. Все, конечно же, ждут успешного выступления белорусских хоккеистов, перед которыми стоит, по мнению экспертов, вполне выполнимая задача дойти до четвертьфинала. Чемпионат мира – это, прежде всего, для белорусов. Это белорусы заслужили этот чемпионат мира. И все будет зависеть от того, как будет выступать белорусская команда. Поэтому, если у вас 50 отобранных человек, которые могут играть на этом уровне, ну, я думаю, 25 вы найдете для того, чтобы, или сколько вам там, 30 надо? 25 человек заявлено. Ну, 25 человек, пожалуйста, найдите. Самых-самых-самых. Проведите отбор, проведите игры контрольные для того, чтобы накатать команду. До чемпионата мира осталось всего 200 дней. За это время вполне возможно устранить все недостатки и сделать так, чтобы слоган «Вместе мы праздник» действительно объединил гостей и, конечно, самих хозяев турнира. Алексей Мартиненок, Валерий Науменко и Сергей Курков о спортивном событии номер один будущего года. Ну, а праздником, который уже отметили на неделе, стал День матери. В Музее современной белорусской государственности открылась выставка, приуроченная к дате. Проект показывает разные аспекты поддержки материнства в стране. Это и последние разработки в области фармакологии, детского питания, технические новинки. А также госнаграды, грамоты и семейные фото лучших моментов из жизни мам и их детей. Так как нам приходится очень много ездить по соревнованиям, и у меня есть опыт, с чем сравнить. Вот программ таких социальных, как в нашей стране, нету ни в России, нету ни на Украине, нету ни в странах ближайших к Балтике. Абсолютно реально получить квартиру многодетным, есть льготы социальные. И сейчас у нас в студии депутат Палаты представителей Наталья Климович. С ней мы продолжим разговор о материнстве в Беларуси и не только о нем. Наталья Анатольевна, здравствуйте. Ну, в Беларуси тема материнства и детства всегда в приоритете. А как еще законодательно в Палате представителей собираются поддержать многодетных родителей? Ну, возможно, вы слышали уже, глава государства озвучила на том, что, возможно, мы в скором будущем разработаем проект «Большая семья». И результатом этого проекта, итогом этого проекта, в том числе и поддержка материальная, значимая материальная поддержка при рождении уже первого ребенка и последующих детей. Это еще проект. Здесь еще будет много обсуждений, отработан механизм. Но, например, других стран, например, соседи нашей России уже работают по этому принципу. Возможно, мы тоже скоро вступим на этот путь. О демографической проблеме действительно, как бы, в последнее время очень часто говорят. Но не всегда, не все понимают, что же это такое. Вот, скажем, если попытаться объяснить на пальцах, да, если бы белорусов было не 10 миллионов, а 30 миллионов, то вот что бы это дало стране? Это бы дало огромный эффект, в первую очередь экономический. Мы же понимаем, есть ли больше людей трудоспособного возраста, это больше работников, рабочих рук. Доход был бы значительно больше, и, собственно, мы могли бы и сами себя содержать, работники, в плане получения большего уровня заработной платы, социальных льгот возможных. Проблема числа детей в семьях. Вот сейчас молодежь, в общем-то, не стремится заводить детей, вступать в брак рано. Вот есть такая тенденция, говорят, что это европейская тенденция. Как считается ли, можно, может быть, нужно ее как-то переломить? Я считаю, что нужно, потому что семья без ребенка, семья, когда появляются дети в возрасте родителей после 35 лет, ближе к 40, ну, возможно, это уже не дает тех эмоций, тех ощущений, которые могли получить и дети, и родители в более раннем возрасте. И здесь надо учить, конечно, состояние здоровья родителей, и мамы, и папы. Мы же понимаем, чем моложе родители, чем более здоровые дети. И, конечно, один ребенок в семье, это очень мало. Даже два ребенка, мы понимаем, что мы воспроизводим только себя, родители. Естественно, поэтому зачастую мы слышим три и более детей. Мы должны, белорусы, иметь семьи. Конечно, наверное, мы не совсем скоро к этому придем, но, во всяком случае, стремиться надо к этому. Наталья Анатольевна, вот многодетная мама сегодня, исходя из современных критериев, она может считаться успешной женщиной? Вполне. Вполне. Очень много примеров. Мы сотрудничаем с Ассоциацией многодетных семей. Вы же понимаете, что там не только трое детей, там гораздо больше. И мамы успевают заниматься и семьей, и домом, и своей карьерой. Поэтому вполне при желании, при стремлении женщины завоевать свое место под солнцем, что называется, это можно совмещать. Тем более, когда рядом надежный мужчина, муж и отец детей. А вот, скажем так, у ваших коллег по депутатскому корпусу, у них вот семьи один, два ребенка, может быть, есть больше, чем три, четыре? Больше, чем три, не знаю, но три, да, есть и Бородиня Олег Анатольевич, коллега наш, многодетный папа, и Санна Дмитрия Шилова, с вами тоже трое детей, они уже взрослые, но вместе с тем такие примеры есть. — Если обратиться, скажем так, к недавнему прошлому, наверное, вот раньше наши люди не сильно смотрели на то, есть ли у них квартира, высокооплачиваемая работа. А сейчас, в общем-то, ну, это можно часто услышать такие рассуждения, все-таки сначала нужно купить квартиру, сделать карьеру, найти высокооплачиваемую работу, а уже потом думать о детях. На ваш взгляд, это правильный подход? — Я поняла вопрос. Вы понимаете, что, наверное, где-то совсем осуждать этих молодых людей за такой рациональный подход к семейному планированию, может быть, не стоит. Но вместе с тем, конечно, если ребенок появляется желанный в любви, то здесь не имеет значения, есть у них квартира, есть у них машина или нет. Если они ставят на первое место в приоритете у них в семейных отношениях желанный ребенок, то я думаю, что ни отсутствие квартиры, ни отсутствие машины этому не может помешать. — А с другой стороны, может быть, ребенок будет дополнительным стимулом, чтобы зарабатывать больше и стремиться к новым высотам? — Да, тоже правильно. — Цифры говорят, что современные мамы, они не очень хотят сидеть в декрете. И как только, так сразу выходят на работу. Это правильно? — Со стороны, если смотреть со стороны ребенка, конечно же, нет. Государство, в принципе, передало же маме возможность посидеть три года, чтобы вот это время общения, оно потом время уйдет, и мама будет вспоминать, если она не досидела, она не дополучила этого общения. Это самое золотое время, когда они могут наслаждаться общением друг с другом. Ну, здесь другая сторона, возможно, в определенной степени здесь играет и материальный достаток, где мама хочет наравне с отцом ребенка, с мужем, также доход в семью какой-то определенный вносить. Ну, а со стороны, повторюсь, ребенка как можно больше, как можно дольше, надо быть рядом с ним. — Спасибо. С нами в студии была депутат Палаты представителей Наталья Климович. Демографический вопрос в нашей стране действительно один из самых важных. К 15-му году стоит суперстратегическая задача остановить уменьшение численности населения. Цифры свидетельствуют, что начиная с 2007-го в стране ежегодно более 100 тысяч женщин рожают детей. За текущие 10 месяцев 37 тысяч стали мамами впервые. Еще статистика говорит, что в Беларуси расчет число многодетных семей. Родителей, которые воспитывают троих, а то и четверых ребят становится больше, что, конечно, не может не радовать. Впрочем, рожать даже второго ребенка готовы далеко не все. А есть и те, кто хотел бы несколько, но не позволяет страшный диагноз — бесплодие. Как решают эти проблемы простые белорусы и на какую господдержку уже сегодня могут рассчитывать молодые мамы, выясняла Валентина Железная. Я мама. Моему сыну почти два года. И по себе знаю, что это женское счастье вряд ли можно оценить миллионами. В то же время добавлю, каждая копейка государства — большая помощь. С недавнего времени тема капитала, материнского капитала, стала самой обсуждаемой на семейных советах. В Беларуси готовится проект «Большая семья», где предусмотрены все денежные бонусы за рождение детей. Рожать даже второго готовы не все мамы, не говоря уже о статусе многодетной. Сдерживают финансы. Растить детей и правда сейчас нелегко, но точно не тяжелее, чем нашим родителям. И во многом потому, что каждый хочет, чтобы ребенок кушал свежие фрукты, носил хорошую одежду, посещал спортивные секции. За все нужно платить. О том, что матерей надо поддерживать рублем, говорил и президент. Александр Лукашенко упоминал об этом, посещая БелАЗ на пресс-конференции российским СМИ на встрече со студентами в Могилеве. Конкретная цена вопроса, которая должна стать стимулом для рождаемости, пока не озвучена. Но мамы со стажем уже точно скажут. Даже предварительные суммы заставляют задуматься. Это будет стимул, естественно. Я считаю, что это будет стимул для рождаемости. Купить можно, в принципе, все эти вещи по рождению ребенка и за свои деньги, то есть за заработанные. А на будущее ребенку обучение, и репетиторы, и подготовительные курсы, и все это сложно. Я думаю, что, конечно, эти деньги пошли бы на пользу. На что может рассчитывать многодетная мама сейчас? Плата за детский сад, учебники и кружки наполовину, плюс бесплатное медицинское обслуживание. У Елены пятеро ребятишек. В свое время родить третьего тоже подтолкнули материальные причины. Ребром стоял квартирный вопрос. У нас уже было двое деток, очень было сложно в такой маленькой комнате ездить. И все-таки рискнули. И родили третьего, вот получили уже ребенку. Через год мы были очень рады, а дети еще больше. В собственное жилье с супругом переезжали уже с умноженным счастьем. Родился еще сын. И глядя на эту хрупкую и, кажется, беззащитную женщину сложно поверить, что в один день ей пришлось взять на себя все – заработок, воспитание и быт. Мы с большим супругом развелись. Мы просто очень часто домой приходили. Интересно, в состоянии, ну, как-то вот это вот наболело за восемь лет. Я думала, может, что-то изменится. Ничего не изменилось. Я вышла на работу, чтобы квартиру получили, ну, кредиток, кредитоваться. Вот. У Матвеи было три месяца я вышла на работу. А Яне была... Матвеи. ...часть, где-то год и пять. Я вышла на работу, работала. Мама смотрела за детьми моя. На вопрос, было ли тяжело, Елена, не задумываясь, отвечает. На этих весах чашу любви к детям куда тяжелее. Не поверить ей сложно, ведь, несмотря ни на что, женщина сохранила блеск в глазах и право оставаться единственной и неповторимой. Она еще раз вышла замуж и еще раз родила. И теперь по праву может гордиться тем, что у нее настоящая семья. А вот материнская история Натальи началась пять месяцев назад. Писать эту главу в ее жизни она не решалась долго из-за диагноза. С детства женщина в инвалидной коляске. По дому справляется уже без нее. Боялась многого, но с рождением сына поняла, что стала по-настоящему счастливой женщиной. Даже можно сказать, что я чувствую себя здоровее, чем я была. Потому что вообще, когда мне его принесли, показали, мне казалось, что я вот встану и пойду, побегу. Ну, как бы этого не произошло. Но все равно я счастливая мама. Почти все материнские заботы на папе маленького Алексея. Он купает, переодевает, с ним гуляет и играется. Я с самого начала, когда мы начали отношения, знал, что будет непросто. Я ко всему был готов. Ребенок был, прежде всего, в наших мыслях. Даже не успевали задуматься о том, что тяжело, не тяжело. Наталья с нетерпением ждет, когда малыш повзрослеет, чтобы и самой со многим справляться. Как говорится, хочешь жить, умеет вертеться. Как можешь, как получается. Так надо и делать. Вот то же самое я, когда за Лешкой ухаживаю. Я, допустим, все бутылочки, все, что надо, погрузила сюда. И поехала на кухню, поехала там, в стиральную машинку одежду положила. Да, потом точно так же в стиральную машинку выгрузила, положила вот на этот самокат. Пошла, повесила, как бы. Вот так и справляюсь. Подтолкнет ли ее проект «Большая семья. Родить еще и еще» Наталья пока не знает. Уверена она только в одном. Для нее счастье просто быть мамой. От денежного тоже где-то немножко зависит. Но главное, чтобы человек не увлекался этим, чтобы человек понимал, для чего, как и сколько. Стать матерью мечтает каждая женщина, но кому-то страшный диагноз бесплодия не оставляет шансов. Здесь остается только надеяться на чудо. Два года назад Ксения и стала той самой надеждой для бездетной семейной пары. Она суррогатная мама. Девушка скрывает свое настоящее имя, боится пересудов, но в душе невероятно гордится своим поступком. Суррогатная мама, я считаю, что это героиня. Мы должны, наверное, когда-то прийти к тому, что суррогатная мама, наоборот, будет ходить и гордиться тем, что я нашел на своего ребеночка кому-то. Я суррогатная мама. Я сделаю героический поступок. Она не скрывает, изначально шла на это ради денег. Одна воспитывала ребенка. Но когда на анкету откликнулись генетические родители, финансы уже ушли на второй план. Девушка и хотела бы сказать нет, но материнские чувства все-таки оказались сильнее. Я встретилась с родителями и уже хотела сказать нет, что я не буду участвовать в этой программе, мне это не нужно, деньги мне не нужны. Я увидела эту женщину несчастную и вот подумала, вот какое счастье быть матерью, подарить кому-то ребеночка. Семь попыток, последний эмбрион, генетическая мама почти отчаялась. Но стать ею этой женщине все-таки было суждено. Родилась девочка и теперь родители не прочь даже пополнения в семействе. Генетическая мама буквально вот недавно, когда мы созванивались, поздравляя друг друга с какими-то очередными праздниками, обмолвилась, что вот мы очень счастливы были с тобой сотрудничать, что у нас вот такое завершение нашей работы получилась прекрасная девочка, и что хотели бы, конечно, продолжение нашего сотрудничества, чтобы получился такой замечательный какой-нибудь мальчик. Разные истории, разные судьбы, едины нашей героине только в одной. Но все щебечут о радости и счастье материнства. И чтобы понять это, надо родить. Чувства мам на неделе выражали Валентина Железная и Сергей Курков. В финале программы по традиции о погоде в ближайшие три дня синоптики обещают облачное небо, дожди и туман. То есть полный осенний набор. Ночью на севере Беларуси возможен мокрый снег. Днем до 8 градусов тепла. Такими были эти семь дней. Как будут развиваться события, покажет следующая неделя. Всего доброго.